Мы независимый творческий дуэт «Зе Манка», Даша, Маша. Мы авторы и создатели спектакля «На вождение», хореографы-постановщики. Мы любим искусство. Мы любим танец. Мы любим талантливых и скромных людей. Нашему творческому дуэту уже год, и за этот год мы поняли, что вся наша работа и все наши проекты могут быть только совместными. Все наше творчество, оно совместно. Мы как одно единое целое дополняем мысли друг друга, складываем этот пазл. У нас действительно сложился некий симбиоз. Мы за этот год провели поэтические и творческие вечера, выпустили спектакль «На вождение», а также запустили в работу уже два проекта, которые выйдут в 2024 году. Мы учились в одной школе, и любовь к искусству и к театру привил нам один человек. Наш любимый педагог русского языка и литературы Татьяна Николаевна. Спасибо ей за это. Когда нас пригласили принять участие в вашем замечательном проекте, мы очень долго думали, о чем же мы можем рассказать зрителю, о каком произведении, что выбрать. Мы хотели подобрать что-то более новогоднее, и мы хотели подобрать то произведение, которое будет немножко отражать то, чем мы занимаемся в своих проектах. Когда мы зашли в магазин и увидели обложку этой книги, мы решили, что мы точно должны ее приобрести. Она должна стать предметом нашей коллекции, потому что она, во-первых, очень красивая, во-вторых, в наших любимых и фирменных цветах. Поскольку наши проекты связаны с психологией, и в целом мы увлекаемся психологией, эта книга нас очень сильно заинтересовала, поскольку начинается она с таких слов. Эта книга посвящается моим самым странным друзьям, голосам у меня в голове, и моей жене, которая со всеми нами живет. То есть как обычные люди с какими-то ментальными, психологическими расстройствами живут, создают творчество, и как с ними живут эти люди. Мы впервые, наверное, прочли книги за такой короткий промежуток времени. И не потому что это было нужно, а потому что нас действительно эта история увлекла. Мы читали по ночам, мы читали днем, утром, то есть в любую свободную минуту в транспорте. С одной стороны, это детектив, психологическая драма, с другой стороны, комедия. Сюжет книжки разворачивается в истории одного грабителя. Грабитель в неудавшейся попытке ограбить банк удирает от полиции, случайным образом оказывается в доме, поднимается на последний этаж, находит случайным образом открытую квартиру, где как раз-таки проходил предновогодний показ квартиры. Там оказываются 8 человек, и таким образом все эти 9 человек оказываются вместе в запертом помещении. Мы на протяжении всей книжки начинаем наблюдать за их судьбами. Разворачиваются новые истории, открываются какие-то тайны, какие-то секреты. Начинаем блуждать по миру каждого персонажа данного произведения. Когда ты идешь на показ квартиры, ты вряд ли ожидаешь, что тебя там возьмут в заложники. Еще меньше ты ожидаешь, что самым напуганным человеком в комнате будет сам грабитель. И еще меньше ты можешь представить, что эта история перевернет вашу жизнь совсем не в худшую сторону. Есть некоторые истории, которые нас с Машей зацепили больше всего. Для меня это история Джима. Это старый полицейский, который работает над этим делом вместе со своим сыном. И старому человеку очень сложно выразить свою заботу о молодом, потому что все, что он хочет сказать, вымещается в одной фразе. Я вижу, что тебе больно. Взрослому человеку очень сложно, особенно родителю, потому что о родителях всегда судят по их наихудшим проявлениям. Ты можешь все делать правильно, но достаточно одной единственной сечки, чтобы навсегда остаться плохим родителем. И это действительно очень грустно, потому что приходится вспоминать те времена, когда ты шел слишком быстро, ребенок маленький подбегал к тебе, брал тебя за руку, и для тебя это были самые счастливые моменты твоей жизни, когда ребенок любил тебя просто за то, что ты есть. Сидите на плечах родителей. Маленькие дети открывают для себя мир. Когда они подрастают достойно в плечах родителей, они могут идти на отсюда облаков. Они могут втрукнуться в плечо, если стоят перед ним, и прямо сомневаются. Они верят нам, это не посильная ответственность, ведь они не понимают, что мы сами ничего не знаем об этом мире. Для меня самой трогательной историей стала история персонажа, которую зовут Эстель. Это 80-летняя старушка, которая всю свою жизнь прожила с одним человеком. Это был ее муж. Она, несомненно, его любила. У них были дети. У нее случился, назовем это так, ментальный роман с соседом. Они встречались в лифте крайне редко и обменивались своими любимыми книжками, загибая уголки страничек и подчеркивая какие-то важные для себя фразы. На мой взгляд, им было проще один раз просто сказать друг другу все, что они хотели, возможно, на тот момент сказать. Но они нашли для себя вот этот длинный путь, длинный, красивый, романтичный. Она сохранила для себя очень много книг, переданных им ей в руки. И эти книги еще на долгий период помогли поддержать искру в ее жизни. Это очень запутанная, но в то же время написанная простым языком, со сленгом, с какими-то смешными словами, жизнеутверждающая история про таких же, как мы, людей. Фредерик Бакман очень с сочувствием и с юмором подходит к изъянам и недостаткам людей. И как мы в своих спектаклях, он стремится напомнить людям, что человек всегда намного лучше, чем сумма его недостатков. Мне кажется, что эта книжка подошла бы для молодых, даже, возможно, для подростков, подрастающего поколения. Она помогает, как будто бы, немножечко заглянуть вот в эту взрослую жизнь, что нас ждет там, о чем там говорят люди, о чем они думают, чего они боятся в своей жизни. Я бы, наоборот, порекомендовала эту книгу более старшему поколению, потому что очень много раз в этой книге делается отсылка на то, что мы тратим время не на то, на что нужно. Герои около 10 лет держали в себе какую-то тревогу, какое-то недопонимание. И чтобы просто это время не тратить попусту, действительно можно просто поговорить. Иногда нам нужны какие-то разные обстоятельства, то, чтобы мы смогли заговорить о чем-то личном. Тысячи поступков вместо одного простого слова «люблю». В этом произведении герои, персонажи оказываются именно в такой запутанной ситуации, которая, наконец, помогает им начать разговаривать друг с другом. Самая главная причина, по которой мы должны читать, это, конечно, наша речь. Потому что сколько ты не пересмотри видео, ты все равно не начнешь говорить так, как хотелось бы говорить правильно, говорить четко, говорить структурированно. Есть отличный лайфхак, как очень быстро улучшить свою речь. Это взять любую книгу и просто читать ее вслух. Чтение в современном мире – это возможность еще хотя бы чуть-чуть отвлечься от гаджетов. Хотя бы час просто уделить бумажному изданию, полистать странички, посидеть где-нибудь с этой книжкой в том же кафе. Мне кажется, в этом есть своя какая-то особая романтика. И она нужна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok